КБ Яковлева не пожелала смириться со своим местом аутсайдеров боевой авиации и в середине 80-х годов сосредоточилась на грандиозной задаче построить палубный самолет вертикального взлета и посадки, способный совершать горизонтальный полет со сверхзвуковой скоростью. Новая машина соединяла в себе последние достижения в аэродинамике и двигателестроении. В ней применялись новейшие сверхлегкие прочные композитные материалы и сплавы. В итоге в 1985 году на испытание вышел Як-141. А в 1989 информация о нем в строго дозированных размерах, разумеется, была представлена иностранным авиационным специалистам. Во время авиасалона в Лебурже им показали фильм о самолете и сообщили основные технические данные. Первая оценка? Да ведь это же сенсация! Машина просто небывалая. Возможность постройки сверхзвуковой вертикалки даже в обозримом будущем почти никто за рубежом не верил. Финансирование подобных проектов там прекратили еще в 60-е годы. Финансирование подобных проектов. А в 1992 ЯК-141 продемонстрировали уже вживую на авиасалоне Фарнбера. Внимание специалистов и просто любопытствующих представили и саму машину и ее вооружение, кстати, довольно солидное. В его состав входят управляемые противокорабельные ракеты, разнообразное оружие для поражения воздушных и наземных целей. Полеты ЯК-141 вызвали небывалый интерес, но так и не прояснили до конца истинных возможностей самолета. Превзошел ли ЯК-141 своего заморского конкурента Харьера, вопрос остается открытым. По скорости, безусловно, да. По мощности вооружения, можно сказать, сравняться. Но по маневренности, радиусу действия, легкости пилотирования, надежности, наконец, ЯК-141 до Харьера как минимум не дотягивает. Продолжение следует...